сегодня у нас очень богатая палитра очень яркие краски на этой палитре и сегодня у нас андре деда представитель бразильской школы единоборств регги и боб марли и конечно же конечно же бразильская школа да люто я считаю что бразильцы внесли очень богатый вклад в развитие единоборств и бразильской джиу-джитса конечно джиу-джитса японское изобретение но бразильцы вдохнули новую жизнь и особую экспрессию и конечно же вот эти поединки так называемые бои без правил это во многом на современном небосклоне благодаря бразилии расцвело буйным цветом где-то с перегибами но на самом деле это интереснейшие и но очень экстремальное конечно же состязание и испытание на прочность который не всякий способен пройти вот бразильцы конечно доказали всему миру что они очень хороши целая фамилия нагуэйра много-много у них там целых династий но вот таиланд это другой полюс планеты единоборств и боков про промок двукратный чемпион 2004 году 2006 году он поднимался на этот олимп кикбоксинга и конечно же буакав про промок во многом популяризировал муай тай и и в европе и в японии именно благодаря том числе буакаву полюбили муай тай потому что он боксирует очень красиво очень эстетично пришелся он здесь к месту кей ван полюбили муай тай и кстати во многом вот это универсальная манера боя муай тай она здесь во многом присутствует в поединках кей ван конечно здесь мы можем встретить воспитанника школы различных школ карате и спортсмены дзюдоисты и джиу-джитсу и классический бокс но постепенно все начинают работать в манере близкой к муай тай потому что вот очень такое прикладное и очень надежное боевое искусство мой тай на голове манконг такая свитая из множества тонких веревочек повязка амулет оберег выходит на бой пока впор промок чемпион чемпион турнира который проводится на стадионе а мной очень престижный популярный турнир чемпионат на лимпини он становился вторым ну вот 25-летний бразилец пишут что он из ммэй на самом деле выходец выходец из университада далюта такое наименование старше на два года волков 27 лет 23 победы 6 из них нокаутом 4 поражения зал замер подготовка поединку и тренер что отец родной провожает на ринг своего подопечного андре деда в красных трусах бразилец черных трусах с поясом цвета таиландского флага боков пока в пор промок бразилец тоже идет ближний бой в клинч но по правилам кайван запрещены здесь и захваты и броски поэтому деда конечно придется здесь не просто а кто бы мог ожидать джеб боков улыбается однако потрясение он испытал не шуточная зевнул ай да деда вот это бразилец стоило ему лететь через океан какие тяжелые и сочно поставленные такие удары буакав демонстрирует сейчас супер стойкость подбородок пропускает такие удары еще раз и это что-то невероятное давненько мы не видели буакао под таким обстрелом вот деда кто встретится с деда того ждет беда первый удар ногой наносит буакав что за удар у этого бразильца он немножко затянутый чуть-чуть замедленный но затем следует четкая такая постановка кулака на цель и но сейчас буакав едва не выполнил подхват такое ощущение что буакав не обращает внимание на пропущенные удары а все время идет идет вперед с одной задачей подобраться поближе на ударную дистанцию и тяжелый раунд выдался для боксера из Таиланда это сейчас конечно же вот так это был не джеб это очень длинный боковой хлестки и буакав пропустил этот удар первый раунд конечно же в чистую деда выиграл и сейчас следует конечно же и массаж и точечный и ароматические масла идут в ход чтобы привести в чувство никак секунданты буакава не покинут ринг дают возможность восстановиться и вот уже предупреждение следует команде второй раунд посмотрим другой ли буакав вышел из своего угла двойка по животу но даже и в полубессознательном состоянии весь первый раунд буакав шел вперед я думаю вы обратили внимание на эту особенность деда аккуратничает а вот классическая скрутка из муэтай устоять практически невозможно несмотря на то что бразилец хороший борец очень хороший борец но против буакава ему сложно устоять и конечно страшные лоу кики муайтай славится своими жесткими ударами ног а вот сейчас сверкают вот эти смуглые молнии буакав деда реабилитируется складывает как оригами я думаю деда прочувствовал сейчас всю мощь вот этих ударов и лоу кики и хай кики в голову пусть пока в голову по перчаткам но это чудовищная ударная мощь она чувствуется на пробует деда и вот сейчас выполняет хорошие ножницы Такая подсечка. Поймал дзида, но бороться нельзя. Раунд за Порпрамуком. Буакаф Малачино, конечно. В легкой растерянности бразилец сейчас находился. Явно он не то что не ожидал. Конечно, он хорошо знает, кто такой Буакаф Порпрамук. Но вот прочувствовал он сейчас в этом раунде. Это было непросто. В самом разгаре бой. Бой, в котором встретились бразилец Андрей Дида. И Буакаф Порпрамук. Таиланд. И, конечно же, все слегка были повергнуты в легкий шок в первом раунде после яростного натиска бразильца. Конечно же, это было несколько неожиданно. Но второй раунд все расставил по местам. И сейчас с чистого листа начинают этот бой оба спортсмена. Не спешат секунданты. Конечно же, понимают, что сейчас ждет их подопечных. Решающий третий раунд. Техника захватов, ведение борьбы лежа в партере, болевые приемы, удушения. И все это, конечно, сейчас недоступно Андреа Дида. А это его обычный арсенал. Поэтому нужно с пониманием относиться к тому, что сейчас в ринге делает бразилец. Ему очень непросто, но на равных боксировать со звездой мирового класса, с уже легендарным боксером, каковым является Буака в Пур-Парамок. Это, конечно, делает большую честь бразильцу. Уходит из угла бразилец и правильно делает. Довольно активно использует удар по животу, по туловищу, боков. Колено, еще колено. Это все за первый раунд. Вот такая расплата. Попробовал сейчас ударить коленом Дида. Не получилось. В первом раунде. Показалось, что Дида способен боксировать. Боксировать в самых лучших боксерских традициях. Но вот к третьему раунду остался лишь один боковой, такой не очень внятный. Сносит Буака в одно касание. И поднимает руку вверх. Да, он бодрее, он свежее. Одна сплошная атака. Полное господство Буакава. Такое ощущение, что подавил, морально сломил соперника Буакава в промук. Ничья. Двое судей отдали свои голоса сразу обоим спортсменам. Ничья. И дополнительный раунд. Обычно в зале шумно. Все бурно реагируют, аплодируют. А здесь просто замерзал в ожидании боя. Буакав вошел в раж. Деда. Проход в ноги. Но здесь рефери на чеку. Деда валится. Буакав хватает за шею. Продолжает Деда. Попытки перейти в портер. Конечно, очень непросто бразильцу. Очень тяжело. Потому что он сражается, еще держится. Честь ему и хвала. Буакав очень концентрированные удары наносит. Практически каждый удар может стать нокаутирующим, если достигнет цели. наносит Пушечные. Валится без сил, Деда. Хотя бразильские бои без правил, они очень выматывающие. И выносливость там нужна феноменальная. Мы с вами помним знаменитые бои Федора Емельяненко. Наша российская школа самбо, ну и дзюдо в том числе, доказали всему миру, что сильнее Федора Емельяненко бойца на планете Земля нет. Ну и, кстати, бразильцы очень здорово сражались. Так вот, здесь, по правилам Кей-1, бразилец Андре Вида ничего не смог противопоставить Куакаву Промукову. Куакав, конечно же, на мой взгляд, очень изрядно потрепал бразильца и, конечно, дзюдо еще долго будет приходить в себя. Заслуженная победа Буакао Пор Промука, несмотря на очень драматичный первый раунд. Это было, конечно, настоящее, настоящее зрелище. Ну а сейчас, сейчас я считаю, что этот бой для Буакао, наверное, один из лучших. И он своего рода знаковый, потому что, несмотря на свою легендарность, несколько тяжелых поражений было. Вот от Яшихиро Сато нокаут был тяжелый.